Называется вот это все брендинг территории, личный опыт. Что это значит? Брендинг территории, понятно, тема довольно актуальная сейчас. Почему личный опыт? Потому что я буду рассказывать не вообще про брендинг территории, а про те проекты, в которых я в той или иной степени участвовал. Либо участвовал как дизайнер, либо участвовал как художественный руководитель Пермского центра развития дизайна, либо как сотрудник студии Артемия Лебедева, либо как преподаватель высшей академической школы графического дизайна. Это разные проекты, но так или иначе я каким-то боком к ним имею отношение. Это не один город. Я думаю, можно тогда уже, наверное, начинать. Вот это заставка, просто у меня фотография трамвая из Берлина. Видите, на передней панели написано «Би Берлин», и там триумфальная Бренденбургские ворота. На самом деле, я когда был в Берлине, обратил внимание, что логотипа Берлина 2. И поразмыслив, понял, что у каждого из них своя задача. Есть туристический, который продвигает такие идеи, что Берлин — это город живой, свободный, яркий. Это такие, сколько там в слове Берлин, я не помню, шесть, видимо, да? Шесть квадратиков разноцветных, и там написано «Берлин». Они в такой блок становятся, с ними много сувенирной продукции. Но есть ещё и вот этот знак, и он мне вначале показался просто старым, предыдущим. Наверное, так и есть. Тем не менее, он сейчас используется активно, и смысл его, я так понимаю, он рассчитан в меньшей степени на туристов, в большей степени на немцев. Я так понимаю, что этот знак появился именно после объединения Германии, и Бранденбургские ворота — это на самом деле очень важный для немцев символ, то есть символ единства нации. То есть, в общем, знаете, была стена в Берлине, потом её сломали, немцы объединились, и смысл у этого, безусловно, есть. Но это так, просто предисловие. Давайте начнём смотреть, можно следующий кадр, и там даже через один, с рейтинга. В своё время Андрей Саманаев — это директор и владелец магазина «Дизайн Бум» в Москве, он находится в районе Сретенки. Вместе с группой единомышленников они поняли, что им необходимо территорию каким-то образом развивать, территорию Сретенки. На самом деле это улица и прилегающие переулки. Там было несколько, как сейчас это называется, стейкхолдеров, то есть тех, кто заинтересован в выгодах проекта по брендингу и, в принципе, развития. Это галерея «Марс», это театр, знаете, да, там в последнем переулке, школа современной пьесы, ну, Васильева, правильно? И ещё какое-то количество других организаций были заинтересованы в том, чтобы интерес у москвичей увеличился к этому месту, чтобы люди хотели туда приходить. Ну, понятно, от этого наполняется касса, лучше работают магазины и так далее. И я тогда работал в EmoDesign. Вместе с моими студентами мы этот проект делали. В итоге Александр Загорский, который сейчас работает директором Депо WPF, а тогда он был моим студентом, он взял в качестве дипломной работы именно вот эту тему пространства с рейтинги, брендирования с рейтинги. Идея у него возникла от самой геометрии, так скажем, вот этой улицы и переулков. Они действительно напоминают либо скелет рыбы, либо, как он решил, такой папоротник, то есть ствол и ветки, которые расходят в стороны. Почему? Ну, папоротник вообще-то не совсем случайно, потому что вообще-то, там мы изучали историю, по этой улице люди раньше ходили в подмосковную какую-то там церковь, на праздники большие христианские и православные. И, в общем, это такой путь для крёстного хода и так далее. Папоротник, безусловно, языческий символ, но тем не менее он из вот той же такой вот важной, такой, может быть, немножко таинственной области. Но здесь, несмотря на то, что папоротник в итоге был выбран в качестве символа, суть проекта заключалась не в этом. Вот на следующем кадре можно будет уже увидеть, что этот папоротник нарисован одной линией, вот такими петлями загоголинами. Идея основная проекта, что Сретенка — это место, где очень хорошо гулять. И действительно, там небольшие переулки, там центральная улица, там можно ходить. Единственная проблема, которая сейчас есть, это то, что само место, оно потихоньку, ну, по крайней мере, был такой период, деградировало. Каким образом? Вообще-то в мире, вы, наверное, знаете, обычно, ну, там вот реанимируют какие-то зоны проблемные, ну, там, не знаю, заброшенный какой-нибудь завод или что-то ещё. Таких примеров очень много. Ну, например, в Нью-Йорке, там, несколько таких районов, был район, по-моему, Соха, если я ничего не путаю. И вот как-то он не пользовался популярностью, там цены были низкие, в итоге туда приехали какие-то художники, актёры, ну, в общем, творческие люди, которым надо было дёшево снять жильё. В итоге, поскольку туда приехали такие творческие люди, там начали, ну, появляться небольшие кафе, какие-то маленькие магазинчики с художественными какими-то безделушками. В общем, жизнь стала более интересной, поэтому туда потянулись люди. Ну, им было интересно туда ходить, это считалось как-то культурно, такой вот интересный опыт. После этого, естественно, если там появляются люди, появились кафе, опять-таки магазины, в общем, цены начали расти, и художники оттуда уехали, но место возродилось. Сейчас, когда опыт уже у городских властей гораздо более масштабный, специально во многих районах делают такое. Ну, по крайней мере, вот мы изучали район Дюмба в Нью-Йорке, это район, ну, там, Дюмба — это аббревиатура, район под Бруклинским, по-моему, мостом, если я ничего не путаю. Что-то там, ан-ди-ю-эм, или Манхэттен, Манхэттен-бридж, там, ан-де-Манхэттен-бридж, это организейшн, вот это Дюмба. Так вот, там специально выделяют художникам чуть ли не бесплатно места, где они могут жить, творить, но с условием, что каждые выходные они должны открывать свои двери. То есть люди могут туда приходить, смотреть по мастерским, там проводятся выставки, то есть район потихоньку так же оживает. А там раньше были какие-то фабрики, в общем, район потихоньку деградировал. Но у нас совершенно другая ситуация. В Сретенке деградация происходит не от того, что оттуда люди все уехали, а от того, что наоборот, это в центре, и там очень дорого. И поэтому там потихоньку офисы все вытеснили, ну, жильё, вытеснили магазинчики, то есть район, который по выходным просто умирает. То есть там, если вы зайдёте в переулки, там есть такие, где людей нет. Там закрытые двери, всё, пусто. И поэтому идея была именно возродить там жизнь. То есть понятно, что идея немножко шире, чем возможности, но тем не менее. Вот, соответственно, район, где можно было гулять. Можно дальше посмотреть. Будет несколько примеров того, что было сделано. Я сейчас показываю очень сокращённые, конечно, версии и проектов, и презентаций разных. Был разработан графический язык. Он пошёл, естественно, тоже от вот этих линий пунктирных или каких-то ещё, которые обозначают какой-то путь дальше. Такие планы, которые люди могут себе нарисовать, где я хочу побывать. Естественно, поскольку там есть и выставочные залы, и театры, и так далее, то внимание уделялось, как делать афишу выставки какой-нибудь или что-то ещё. Можно дальше. Шрифт был также выбран такой же бродильный, гуляльный из таких линий тонких, которые превращались в замысловатые пути. Естественно, сувениры были, допустим, мешок такой наплечный, чтобы можно было что-то носить, или какие-то другие вещи, которыми люди могут пользоваться на улице. Ну вот, допустим, есть какую-то еду или что-то ещё. Можно дальше. Ну и, естественно, была разработана карта, но я сейчас хотел бы рассказать не про саму карту, а на карте, как вы видите, там есть пиктограммы, которые обозначают какие-то важные места для этого пространства. Одна из идей, которая предлагалась, заключалась в том, чтобы каким-то образом мифологизировать это пространство, потому что просто так гулять людям по улицам не так интересно. Интересно гулять по каким-то интересным местам. А как сделать места интересными? Ну, можно насытить каждую улицу или переулок и объектами какими-то, или местами, где можно что-то делать. То есть там были запланированы места, где можно сидеть и читать книги, например, или места, где можно во что-то играть с детьми или для взрослых какие-то заведения. При этом была идея визуализировать топонимику этого места. Потому что там, на самом деле, очень интересно. Там есть и пушкарёв, и печатников, и рыбников, и так далее, и так далее. Потому что это место было раньше очень торговое. Естественно, переулок, где рыбой торговали, там он рыбников, и так далее. Соответственно, мы хотели сделать, например, в Пушкарёвом переулке можно было где-то поставить пушку настоящую. Понятно, что она, на самом деле, могла бы там раньше продаваться, потому что, скорее всего, она там и продавалась раньше. Это был бы такой вот объект. Но это не значит, что там в рыбников надо было бы рыбу обязательно какую-то выложить. Нет, можно было бы сделать, например, фонтан с какими-то рыбами или в каком-нибудь луковом переулке сделать какую-то фреску с луками и так далее. То есть не обязательно это должны быть объекты, это могут быть разные вещи, иногда интерактивные, но которые бы людям, ну не знаю, вот эту топонимику раскрывали. Причём, могу сказать, на мой взгляд, у нас людям очень важно содержание. То есть не только форма, а смысл, то есть привязка к местности, объяснение какого-то объекта. То есть в России люди очень литературно мыслят, и именно поэтому такая привязка, она бы минимизировала бы конфликты людей с новыми объектами, она бы объясняла, почему, допустим, пушка в Пушкарёвом переулке, ну или там, почему картинка с луками, а не чебурашка, допустим. Понятно почему, потому что лука в переулок, ну и так далее. Ну можно дальше. Ну, в общем, такой вот был проект. Следующий проект, и, в общем-то, он такой самый крупный, наверное, в котором я участвовал на сегодняшний день, это проект по, ну, в общем-то, это не был проект по брендированию Перми как таковой, но в том числе он и был таким, потому что, вот как здесь я написал кратко, брендинг совпал с постиндустриальной стратегией развития города. И в своё время, я не буду всю историю рассказывать, она очень такая долгая, очень интересная, на мой взгляд. В своё время, может быть, кто-то там и не знает, губернатор края Олег Черкунов решил сделать стратегию именно на постиндустриальное развитие. А почему? Потому что нам трудно конкурировать по производству с Китаем, например. Дешевле в России, чем в Китае, трудно сделать. Но мы можем придумывать какие-то вещи, мы можем проектировать какие-то вещи. Естественно, любое проектирование начинается с формирования творческого мышления, потому что очень трудно проектировать, работая на конвейере. Для этого требуется другой тип мышления. Именно поэтому ставка была сделана на различные образовательные, культурные события, образовательные проекты. При этом очень важная была ещё причина. Пермь, город-миллионник, всё последнее десятилетие страдал тем, что люди из него уезжали. И город перестал быть миллионником, в нём осталось 900 с чем-то тысяч, если я ничего не путаю. Поэтому одна из задач была сделать более интересной, насыщенной жизнью, чтобы удержать людей, особенно молодых, потому что молодые самые мобильные, именно они обычно уезжают за интересной жизнью, за перспективами какими-то, в другие города, например, в Москву. Поэтому было такое принято решение сделать, ну то есть это такой стратегический шаг был, добиться того, чтобы Пермь стала, чтобы она участвовала в конкурсе, который называется «Культурная столица Европы». И в 2016 году вначале, по первым прикидкам, потом уже перенесли этот срок, она должна была в этом конкурсе поучаствовать и выиграть, и стать культурной столицей Европы. На самом деле это возможно технически, несмотря на то, что Россия не является частью Европы. Допустим, Стамбул в своё время был культурной столицей Европы, хотя он тоже не является частью Европы. То есть это возможно. Но после этого многие начали говорить, что просто культурная столица, культурная столица. На мой взгляд, это не очень точное определение. И когда, если вы помните, Тёма сделал знак в виде красной буквы «П», тоже многие говорили, что за знак непонятный, такой красный, квадратный, очень простой, хотя, в общем, и было заявлено просто, понятно, повторяемо. Вот такие три его ключевые характеристики. Это, кстати, напомню, был первый логотип города в России. До этого были только гербы. Так вот, когда этот знак появился, я сам на него смотрел и тоже не очень понимал, насколько он связан с этой пермью, насколько нет. Потом через пару лет или полтора года, я не помню, я попал уже туда первый раз, посмотрел, понял, что, во-первых, конечно, знак этот похож на город, потому что город промышленный, город — это не Ярославль, там не так много башенок, куполов и так далее. Там такие прямые улицы, современные дома в основном, пустыри, которых огромное количество, и разбросанные заводы разных закрытых предприятий по огромной территории. Кстати, Пермь — третий город по площади в России после Москвы и Санкт-Петербурга за счёт вот этой разбросанности всех этих фабрик. И я понял, что если переформулировать, если говорить не культурная столица, а столица современной культуры, то тогда вот у меня пазл сложился. Я понял, что и логотип очень точно совпадает, и то, с чего начиналась культурная революция в Перми, это музей современного искусства, это и центр развития дизайна, все они, в общем-то, совпадают с этой темой. Кстати, после того, когда логотип появился, возникло большое количество обсуждений этого логотипа, и там появились пародии на этот логотип или какие-то там смешные штуки юмористические. И вот тогда, мне кажется, это замечательная была идея, Артемий Лебедев предложил сделать выставку. Он сказал, что будет конкурс, что можно сделать вот с этим знаком, самых разных вещей. И потом была выставка «Я люблю П», так она называлась. Можно дальше. Там, кстати, некоторые идеи, которые были, вот, допустим, картинка со знаком, которую Марата Морей, дизайнер из Ижевска, сделал, потом вот она печаталась и на сумочках для школьников, ну, чтобы сменную обувь носить, и на футболках, это всё на 1 сентября там раздавали. Но меня ещё в Перми на тот момент не было, я чуть позже приехал. Дальше. Очень важная вещь, хотя она часто не понимается, и её влияние недооценивается. Это создание фирменного шрифта. Ну, по большому счёту, ещё такого дизайн-стиля. Для Перми никогда не делался в таком проектном виде сразу готовый стиль. Делали всё в течение нескольких лет, по небольшим кусочкам, но в итоге, благодаря тому, что делали всё, на мой взгляд, профессиональные люди, всё сложилось в такую единую, довольно понятную концепцию. И вот Илья Рудерман сделал шрифт. Почему важно появление шрифта? Не только потому, чтобы отличить город один от другого, а ещё для массы важных технических случаев. Например, нужно делать навигацию в городе. А каким шрифтом? Ну, если есть шрифт, который учитывал уже навигационные потребности будущие, можно делать этим. Нужно делать стиль для государственных каких-то органов, это чуть дальше будет. Опять-таки, всё готово, то есть не надо платить никакие лицензии. Это довольно удобно, потому что при массовом продвижении предполагается массовое использование. И очень трудно людей заставить покупать что-то. Это шрифт готовый, бесплатный, его можно использовать, при этом с уникальными характеристиками. Могу сказать, что в Перми несколько изданий, и газеты, и журнал использовали этот шрифт, и в течение нескольких лет, по крайней мере, я думаю, что его создание многократно окупилось. Не помню, по-моему, Level Design когда-то сделал даже визитку для губернатора. То есть тоже коммуникация государственных органов, которая у нас чаще всего отвратительная. Иногда бывает никакая. Это ещё очень хорошо. Обычно отвратительная, неправильная, бессмысленная. Здесь, в Пермском крае, можно у нас следующий слайд посмотреть, по крайней мере, в течение какого-то времени улучшалась. И это очень важно. Почему? Потому что люди оценивают страну, в которой они живут, не по заявлениям, хорошо у нас или плохо, а потому что они видят, потому что они чувствуют, потому что они ощущают. Вот я, допустим, мне можно очень много рассказывать, как у нас хорошо, как много тысяч квадратных метров жилья построено, но я просто выхожу на улицу, смотрю на зелёно-жёлтые бордюры или захожу в паспортный стол, смотрю на расклеенные в полиэтиленовых мешочках записочки, и я понимаю, мне не надо ничего объяснять. То есть я считаю, что коммуникация вот такая вот, она позиционирует гораздо сильнее. Соответственно, это разрабатывала уже другая компания, то есть стиль для правительства Пермского края, но могу сказать, что этот проект был уже из тех, которые были разработаны, но поскольку губернатор ушёл, так скажем, культурная революция начала сворачиваться, он уже так активно не внедрялся. Дальше. Вот, кстати, пример, где использовался и фирменный шрифт на навигации, которая была на остановочных павильонах. Павильоны разработаны были в студии Артемия Лебедева, и, кстати, тогда же появилась очень, на мой взгляд, правильная, очень яркая, очень интересная идея задние стенки занимать какими-то изображениями. То есть делать не просто изображениями, это не реклама, а это разные картинки, которые, по сути, обладают какой-то художественной ценностью. Было проведено, вначале один был конкурс проведён, он назывался «П-остановка». Художники и дизайнеры из разных стран мира присылали свои проекты, лучшие были выбраны и реализованы на остановках в городе. Ну вот это ещё и проект, а дальше можно будет посмотреть несколько кадров. то есть это искусство на остановках. Могу сказать, что вначале вообще хотели взять из музея работы и их просто репродуцировать, но это оказалось очень сложно. Они не подходили ни по размеру, ни по формату. Это делалось, кстати, не только для того, чтобы украсить город, сделать его интересней. Это делалось в том числе и для того, чтобы уменьшить количество вандализма, потому что ровная плоскость гораздо быстрее оклеивается или разрисовывается, чем уже занято рисунком. В своё время я общался на тот момент ещё руководителем департамента дорог и транспорта города Перми. Это Максим Кис, очень хороший деятельный человек. Я просто хотел узнать, действительно ли эффект снижения загрязнения произошёл. Он есть. Другое дело, что нельзя сказать, что это радикальный, но, тем не менее, определённое снижение вандализма было зафиксировано. Единственная проблема у этих остановок, на самом деле трагическая проблема, была в том, что их передали на баланс муниципалитетам, а у муниципалитетов в течение полутора лет не было строчки в бюджете на их расчистку, помывку и ремонт. Я не знаю, если кто-то ходит на работу, я хожу от метро пятого года и вижу, что тут остановка стоит у нас, и я смотрю, как её раз в два дня примерно, если её не очищают, то она наклеивается практически тут же объявлениями. Представьте, что такое полтора года, остановка стоит, её никто не моет, не чистит. Конечно же, они в итоге по теории разбитых окон превратились в труху, так скажем. Дальше. Это, кстати, был такой очень громкий проект, при этом у Перми была, конечно, фора, поскольку многое там делалось в России впервые, это было всегда очень активным информационным поводом. Обсуждалось в прессе, ещё где-то, и, безусловно, знание о городе усилилось в России многократно. Это признают и все эксперты, и просто обычные люди, и даже пермики. Они говорят, что да, конечно, про нас теперь многие знают, а нам-то что с того? На самом деле, простые люди на то и простые, чтобы не задумываться о сложных вещах. А сложные вещи говорят, что чем выше узнаваемость любого места, тем выше его привлекательность как для жилья, так и для инвестиций. Может быть, забегая немножко вперёд, могу сказать, что за примерно три года удалось не только остановить отрицательный миграционный баланс, но и даже произошло некоторое увеличение населения. Это в 2012 году я смотрел данные последние, за 2012 год. То есть там уже был небольшой плюс. Он, конечно, очень небольшой, но, согласитесь, небольшой прирост лучше большого уменьшения. То есть Пермь, кстати, стала опять городом-миллионником. Так что по поводу смысла вот этих всех действий по изменению культурного ландшафта, он очевиден. Дальше. Также была сделана работа по городской навигации. Конечно же, она не является, по сути, брендированием или примером брендинга территории. Но поскольку дизайн у нас очень плохо в стране развит, это также работало и на усиление города как центра современного, ну, центра дизайна, центра современной культуры. Дальше. И это, кстати, всё реализованные проекции. Кроме таких табличек в городе практически других и не осталось. Для автобусов, трамваев и так далее. Был разработан проект и городской навигации пешеходной. Он, к сожалению, не был масштабно реализован, но несколько табличек в городе появились, которые делали жители некоторых домов, так скажем. По крайней мере, к нам обращались, говорят, вот нас разбили, вывели табличку, мы хотим делать уже по правилам. Дальше. Работал центр развития дизайна, делал проекты, проводил конкурсы. Вот это картинки с конкурса «Пермская мебель». Это тоже косвенно повлияло на создание бренда города. Дальше. Здесь в какой-то степени не очень корректные, как вы видите, цвета и потоны. Все ярче и светлее. Я считаю, очень важный проект для центра развития дизайна и для города — это дизайн для перинатального центра. Сейчас по всей стране такие строятся, но в Перми, пожалуй, единственный, который получил профессионально сделанную систему навигации, а также, видите, есть и оформление детской поликлиники. Там дети до 5 лет с родителями наблюдаются, поэтому здесь использован такой алфавит из зверюшек. Это, кстати, все фотографии уже реализованных проектов. Я думаю, что на паспортные столы какие-то не похожи. Дальше. Поскольку проект развивался, первая культурная столица Европы, был сделан офис, не помню сейчас в каком городе европейском, был подготовлен комплект материалов для продвижения за границей. И здесь, кстати, вот студия ГД придумала, на мой взгляд, очень хороший, такой очень естественный ход по развитию, то есть как сделать вариант для англоязычных людей. У них буква П не существует. И, как вы видите, здесь они превратили ее и в букву П, и в то же время в такой флаг, такой флаг на карте России, то есть флажок, то есть место, которое обозначается. Это решение конструктивистское, но это, опять-таки, очень точно, на мой взгляд, именно для западной аудитории, потому что у нас в России мало кто знает и ценит конструктивизм как художественное направление, как культурную ценность. Но в мире России известно конструктивизмом очень сильно. То есть это, опять-таки, то, что может привлечь, по крайней мере, аудиторию тех, кто принимает решение о конкурсе вот этом, столице Европы. Дальше. Могу сказать, что это не единственная версия логотипа. Была в свое время, когда я работал еще в Emo Design, к нам обратились из Перми. Это вот был наш первый, нет, уже второй, на самом деле, проект для Перми. И Сережа Первушин придумал вот такой вот логотип для фестиваля. На самом деле, это довольно странная задача. Пермь хочет в Санкт-Петербурге провести фестиваль, причем называется Дни Пермской культуры. Он так раньше назывался. Перми в Санкт-Петербурге. Ну, согласитесь, это, ну, я не знаю даже, с чем это может сравнить. Какая Пермь, какой Санкт-Петербург, какие Дни Пермской культуры. Но удалось найти решение, то есть буква П была сделана в виде такой вот арки объемной, и на ней появились такие буквы, как, ну, не знаю, там, рукописные, как граффити, как теги. Текст был потом изменен, видите, там потом появился культурный альянс, и текст поменялся. Раньше было написано Дни Пермской культуры в Санкт-Петербурге. И это уже изменило немножко характер. То есть, в общем, да, действительно, вот такая Пермская культура, которую мы знаем, может быть, по фильму «Реальные пацаны», а может быть, еще почему-то. Но это уже по-честному. Или рэпер Сява вот такой вот еще, я знаю, есть в Перми. Мы для него также готовили афишу, правда, потом выступление отменили. Дальше. Ну и в Перми, на самом деле, там появилось еще и большое количество организаций, событий, для которых также разрабатывался дизайн. Ну вот сюда я вставил только свои, ну то есть знаки, которые я сам сделал. Для Пермского экономического форума, культурного альянса. На самом деле, это проект, который не только пермский, но все-таки Марат Гельман начинал его в Перми. Пермская арт-резиденция. В знаке тоже можно увидеть мотивы, буквы, символа города. Но это место, куда приезжают художники, там живут, работают, потом устраивают выставки. И вроде бы не относящиеся может быть к теме Пермский краевой многофункциональный центр. На самом деле, вот у нас проектор немножко странно показывает, а это красные и синие цвета там. По большому счету, я их взял с флага Пермского края, красные и синие квадраты, но обозначил ими немножко другое. Почему я это все показываю? Потому что все эти элементы, они вроде бы не напрямую продвигают город, не напрямую брондируют территорию, но при этом они все работают в одном направлении. Дальше. Лена Китаева, также я работал художественным руководителем ПЦРД, она для ПЦРД, для Пермского театра оперы и балета, сделала новый стиль. Могу сказать, туда еще переманили художественного руководителя Теодора Курензиса из Новосибирска, это лучший дирижер России молодой. И в общем, это современная культура, но современная это не значит, что обязательно авангардная, это актуальное какое-то искусство. Дальше. Студия ГД делала для фестиваля пространство режиссуры афиши, я консультировал их немного, просто показываю как цикл дальше каких-то работ. К этой работе я прямого отношения не имею, она очень живая. Студия Level Design пермская, по заказу администрации, губернатора, там была стипендия губернатора в разных областях для школьников, студентов. Тексты писала команда КВН местная, а иллюстрации делала известная группа иллюстраторов цех, ну или объединение, это не группа. Ну и, соответственно, это тоже всё влияло на ощущения в городе дальше. Ну и сейчас небольшой кусок относительно про, может быть, самое активное, самое яркое, то, что продвинуло город, это про арт-объекты городские. Курировала этот проект Наиля Алохвердеева, в общем-то это проект Музея современного искусства. Ну, допустим, вот деревянные человечки группы «Профессорс», их там немного в городе, хотя я читал в некоторых изданиях, что они заполонили город, красные человечки, там никто ничего не заполонял, но самая большая активность, почему вот у них, почему в городе это один из трёх самых ненавидимых горожанами объектов, ну или там обсуждаемых как минимум, потому что первого человечка посадили не куда-нибудь, а на крышу краевого законодательного собрания, если я ничего не путаю, или там краевой администрации. Дело в том, что такие вещи для наших людей, они сакральные, то есть вот власть сакральна, то есть мы можем представить такого человечка, ну неважно, там на полке, на шкафу, может быть, в парке, там на газоне как-то ещё, но не на здании властной структуры, и люди начали говорить, что то ли с ума сошли, то ли у Гельмана есть компромат на Черкунова, и поэтому тому деваться некуда, и что это за человечки такие красные, почему красные, то есть людям нужны смыслы эти, но они, конечно, очень сильно город продвинули дальше. Это они же только держат надпись «Слава труду» у Музея современного искусства. Или вот такая детская площадка рядом с экстрим-парком. Дальше. Это самый крупный арт-объект, который был поставлен, Пермская арка Николая Полисского, замечательного ленд-арт-художника, но тоже её люди не понимают. Хотя, конечно же, описание того, что это и почему сделано на табличке, там она есть, рядом можно прийти, почитать, почему эти брёвна, как они связаны с лесоповалом и сплавом леса по каме. На самом деле, там смыслов много, и они довольно сложные. Это действительно хорошая работа, но были люди, которые там хотели её поджечь даже. Очень интересно, что пермики реагируют, у них оценки совершенно на 100% отличаются от гостей города. Это, кстати, установлено специально, вот там видите провода справа, это железнодорожная ветка, то есть все поезда, которые едут мимо, они могут увидеть вот эту табуретку, как её называют в городе. Приезжие говорят, а что там, у вас интересно, а у нас-то и этого нет. Ну там, или, а мне нравится, а пермики начинают сразу ругать, ты ничего не понимаешь, там потратили кучу денег. На самом деле денег потратили не так много. Весь бюджет Пермского края на всю культуру, включая там сельские библиотеки или там ансамбли народного танца, 3% от 100. То есть это всё равно не очень много. Дальше. Небольшие какие-то проекты, художник Горшков замечательный, делал из дерева, раскрашивал таких ангелов, находили места, договаривались на балконах, в окнах пустующих. Это, кстати, люди совсем, никто не хвалил, не критиковал, мне кажется, что никто даже и не понял, что это арт-объект. Но в городе они его оживляют, они где-то встречаются иногда. Дальше. Вот это замечательный проект, не помню ни автора, знаю только, что это фотография ранняя, потом положили доски сверху, это скамейки, в общем, такие получились. То есть опять-таки такая десакрализация власти, причём место очень важное для этой скульптуры, она из бетона, перед зданием краевой администрации, то есть огромное здание. Там даже не краевая администрация, а там вся политика, так скажем, собрана. Дальше. Ну и ещё, естественно, там масса мероприятий проводилась и проводится, огромное количество и фестивалей. Я не буду про это рассказывать, если кто-то захочет, может специально про это узнать. Но это вот была картинка с фестиваля «Белые ночи» Перми, там действительно есть «Белые ночи», на широте Петербурга находится Пермь. Ну, Петербург их продвинул, а Пермь нет. И вот такое вот, по завершении вот этого рассказа про Пермь, картинка с работой художника-солдатом «Счастье не за горами», большие красные буквы стоят перед зданием речного вокзала бывшего, а сейчас там музей современного искусства находится. Могу сказать, что туда по субботам, по пятницам часто приезжают свадьбы, там выходят невесты с белыми платьями, ну и все фотографируются на фоне этой надписи. На самом деле, людям многое нравится. И могу даже более того сказать, недавно, осенью прошлого года, какие-то хулиганы поломали несколько букв. Так вот, уже не было бюджета на, ну как, уже заканчивалась культурная революция. Несколько компаний собрались, сложились и восстановили вот эту штуку для горожан. То есть на самом деле определенная укорененность уже есть вот такого рода объектов. Ну вот можно дальше. Еще несколько проектов, которые были сделаны за время работы по ЦРД. Это, ну по сути, брендинг для городов Пермского края, уже не для Перми. Причем, в общем-то, тоже задача сделать брендинг не ставилась. Это был заказ от Министерства торговли и туризма. Необходимо было разработать сувениры, сувенирную продукцию для городов. Но делать сувенирную продукцию, не понимая позиционирования города, что там будет продвигаться, какой он, какие можно там картинки делать, про что нельзя. И поэтому, хочешь не хочешь, а пришлось делать брендинг, начинать с главного, с того, что это за город, что там главное, делать какой-то знак, делать какой-то стиль, ну а дальше делать и сувениры, конечно же. Вот можно сейчас быстренько пройтись по нескольким проектам, можно дальше. Ну вот два проекта первых, которые я покажу, я в них не участвовал, они были сделаны еще до меня. Это проект называется станция НЛО Малепка. Малепка — это небольшое село в Пермском крае, и там считается, что там аномальная зона. Это знают, есть такие люди, уфологи, они туда приезжают. Ну, соответственно, все связано с этим, поэтому и знак, и какие-то сувениры. Дальше можно. То есть то, что там будет актуально. Дальше. Еще один город, небольшой городок, Кудымкар. Город, на самом деле, он известен своим, ну, то есть не то, что известен, а там сейчас реально есть небольшие промыслы народные, там валенки делают, ну, валяют шерсть, делают какие-то коврики, там, или вяжут что-то. Ну, и здесь, соответственно, при том, что расчет был на молодых людей, которые могут туда приезжать на зимние праздники, проводить там время, ну, там, не знаю, кувыркаться в снегу, ну, и покупать какие-то сувениры. То есть вот были сделаны вот такие вот штуки, и, в общем-то, при том, что слоган «тепло», на картинке вот такая вот снежинка. Дальше. Чердань. Чердань — место такое историческое, но самое главное, что там есть, это природа, и, в общем-то, это такой экологический туризм. Именно поэтому и все сувениры, которые можно сделать вот такого рода, причем, по большому счету, это брендирование, ну, любой продукции, да, вот бабушка может варенье наварить и просто там одеть в такую фирменную крышечку, или там из сучков каких-то можно сделать какие-то крючки. Ну, то есть, в общем, ничего не стоит, а всем приятно, да, и можно стимулировать местное производство. Кстати, могу сказать, что этот знак, он использовался сейчас в этом городе, проводился какой-то там локальный фестиваль, и вот они решили весь стиль взять для этого фестиваля, ну, так потихоньку в городе он начал жить дальше. А вот с городом Чайковским была очень сложная история, потому что хоть он называется Чайковский, этому городу всего 50 лет, он очень молодой, Чайковский там никогда не жил, но при этом недалеко, недалеко, действительно родовой дом Чайковских, где он там на лето приезжал с братом своим, с родителями, хотя это на территории соседнего края, в общем-то, ну, через границу находится, но зато рядом с городом Чайковский построен сейчас федеральный центр по прыжкам с трамплина на лыжах. И вот на самом деле вот эти три... А, и ещё город на самом деле окружён... Ну, этот город, он не на островах, конечно, но он окружён такой довольно большой водой, там водохранилище большое, и там проводятся парусные регаты, всегда виды с большим количеством воды, и, в общем, это всё совместилось, и поэтому здесь это не столько композитор Чайковский, сколько такой вот, он такой молодёжно-спортивный и, ну, не знаю, такой вот с просторами и ветром, так скажем. Но при этом, естественно, мы планировали, как это может использоваться, в том числе и для Чайковского. Кстати, у Перми... Ну, получается, у Пермского края там много интересных, конечно, вещей есть, но вот главный герой — это Дягилев, Сергей Дягилев, и аэропорт сейчас решено назвать имени Сергея Дягилева. И мы когда узнали, что вот этот федеральный центр, его решили назвать «Снежинка», мы очень расстроились, потому что это какое-то... Ну, это странное название, ничего не говорящего никому. Было бы, конечно, здорово, если, ну, хорошо, идеально было бы назвать, может быть, даже и Чайковский. Ну, то есть вот этот вот комплекс... Ну, рядом город Чайковский, рядом лыжный вот этот комплекс, назвать его Чайковский. Было бы очень хорошо, потому что, на самом деле, когда проводится, ну, знаете, вот как вот это есть в биатлоне, это есть в любых лыжных соревнованиях, там проводится серия, ну, таких вот соревнований в разных странах. Ну, какой-то там идёт зачёт общий. Я не большой специалист в спорте, но знаю, что это есть. И Международная комиссия всегда выбирает страну и какой-то спортивный комплекс, где будут проводиться соревнования. Так вот, я считаю, что Марка Чайковский продвинула бы это место гораздо сильнее, чем Марка Снежинка, которая никому ничего не говорит в мире. И непонятно, а почему выбирать вот это место? Потому что там Снежинка, ну и что? А когда вы прилетаете в аэропорт Дягилев, потом приезжаете в город Чайковский, потом едете и прыгаете с трамплина, который называется Белый Лебедь, это всё-таки могло бы быть очень интересно. Соликамск. Соликамск не случайно так называется, город, где добывали соль. И, в общем-то, тема кристаллов, снежинок. Кстати, город с богатой архитектурной составляющей. Там действительно такое место туристическое. Соответственно, компания Пермская Витамин сделала такой, мне кажется, хороший дизайн. Там были очень разные снежинки из разных картинок. Дальше. Ну, такие кристаллы. ГД сделала для места такое. Это Кын-завод. Можно назад, пожалуйста. Кын-завод. На самом деле, это место очень интересное. Городок называется Кын, ну или посёлок, который рядом находится. А заводы, это заводы Демидова. На самом деле, один из первых заводов вообще в России. Ну, если вы помните, там Демидовы, они на Урале начали добывать по указу царя, плавить железо, ну там для пушек, для ядер, для войн и так далее. Но это начало промышленного развития России, в принципе. Сейчас есть группа энтузиастов, компаний, которые хотят из этого сделать Кын-парк. То есть место, куда люди бы могли приезжать, узнавать историю, ну там, отдыхать где-то рядом. Но сейчас туда нет автомобильной дороги, ну нет, вернее, асфальтированной. Так-то и есть дорога. Но что такое нет асфальтированной дороги на Урале, это мало кто рискнёт туда поехать, конечно. Но в планах они хотят это сделать. Пока же туда приплывают только байдарочники. Они сплавляются по рекам местным, приплывают, останавливаются, приходят, смотрят музей. Именно поэтому сувениры делались в первую очередь для них, для тех, кто путешествует, ну так, серьёзно, с лодками, рюкзаками. Вот такие котелки, железные кружки, такие вот перчатки и набор для розжига. То есть задача была сделать ещё недорогие сувениры. А сам знак, он похож, с одной стороны, на заводское здание, там нет таких многоэтажных зданий, они одноэтажные практически, но он похож ещё на лот. Лот — это такая большая железная штука, которую бросали вместо якоря, и она цеплялась на вот этих сложных поворотах. Ну и слоган «Железные сплавы Урала», я считаю, что для байдарочников он просто золотой. Дальше. Ещё одно место — это курорт Ключи, и на самом деле это Суксун. Суксун — это просто крупный город, там, где рядом находится курорт Ключи, и ещё много вещей. Мы встречались, общались с администрацией этого города, Суксун, и определяли, какое же будет развитие, какое направление будет развиваться в этом месте, потому что неправильно делать брендирование в отрыве от содержания, от стратегии развития места. И определили, что всё-таки это будет такой вот оздоровительный туризм. Там есть сейчас по факту и курорт Ключи, и форелевое хозяйство, и конно-спортивная база, где можно на лошадях кататься. И Озон сделали вот такой вот дизайн. Ну, здесь я показываю очень маленькие. Понятно, что не буду все 60-страничные документы каждый раз показывать. Дальше. Ну, проект, который, может быть, вы лучше знаете, потому что он делался, а, недавно, б, в студии Артемия Лебедева. Это проект для города Ярославль. Знак, как видите, очень простой в виде стрелки. На самом деле многие люди удивились, что он очень простой, что тут больше ничего нет. А на самом деле есть. Тут еще есть буква Я, в отличие от всех остальных стрелок. И в этом уникальность, но чуть дальше можно будет про это рассказать. Главное, что это и буква Я одновременно. Можно прочитать как буква Я, если у нас такой вот текст там «Я вас вижу». И в то же время эта стрелка, она что-то показывает. То есть появляется определенная интерактивность. Ну, мало того, что такая вот сложность, многозначность восприятия, но интерактивность. Почему важна интерактивность? Дальше. Потому что Ярославль, я просто на самом деле в Ярославле много раз был до того, как я участвовал в этом проекте. И у меня сложилось определенное отношение к Ярославле. Ярославль — это не только действительно замечательные памятники, исторические, культурные. Город потенциально очень хорош для туризма. Но это очень серьезный промышленный центр. Очень серьезный. Там Ярпиво, Яршина, Яркраска, ЯНПЗ, нефтеперерабатывающий завод очень крупный. И так далее, и так далее. То есть это, ну, реально, это не только, так скажем, не только самовары и купола. Это большой такой важный город. Причем это город очень сильных демократических традиций. Ну, про последние новости в демократии Ярославля, я думаю, вы слышали. То есть сейчас мэр находится в матросской тишине, здесь недалеко. Это единственный мэр, избранный горожанами, не член Единой России, если кто-то вдруг не знает. И это, конечно, важно. То есть это ощущение горожан. Я со многими людьми общался, и я знаю, что там есть много активных, инициативных людей. Так почему же я про это рассказываю? Потому что этот знак, он на самом деле позволяет выражать мнение определенное свое. Мы планировали сделать такие наклейки. Ну, допустим, я это не люблю. Их можно клеить там, где ты чего-то не любишь в городе. Или наоборот, я хочу это исправить, я хочу это починить. Надеюсь, что вот то, что обсуждено, сейчас вроде бы, это по секрету всем говорю, вроде бы будет готовиться интерактивная карта, где тоже вот этот знак можно будет использовать для того, чтобы обозначить какие-то места, улучшающие город, или с предложениями. Это очень важный момент. То есть я считаю, что это не туристический брендинг. Это брендинг прежде всего для горожан, которые могут таким образом взаимодействовать друг с другом, с властью, с внешним миром. Дальше. При этом знак может быть очень разный в зависимости от задач. Дальше. Ну вот здесь плохо видно, там четыре стрелочки друг на друга смотрят. Очень хорошая идея. Женя Зорин предложил для конгресс-центра, например, Ярославского. Что, кстати, очень важно, если вдруг кто не знает, туристические города, обычно у туристических городов бывает мёртвый сезон, ну как вот такие низкие сезоны. Есть время, когда туда все приезжают туристы, а есть время, когда гостиницы пустуют. Именно тогда во всех этих городах специально проводят разные мероприятия для бизнеса, ну конференции, конгрессы какие-то там, ещё что-то. Поэтому эта тема очень важна в брендировании дальше для бизнесмена. Но в то же время есть и вот такие, могут быть и вот такие сюжеты. Кто нарисовал? Лиза, да? Лиза нарисовала замечательную картинку, замечательный орнамент. А на следующей картинке, если, не знаю, будет видно или нет, а потом ещё, когда Володя, да, Володя начал 3D из этого сделать, получилось вообще фантастическое, такая изморозь снежная, очень красивая. Дальше. А вот сейчас я покажу уже то, что не то, что делала студия, а те проекты, которые были инициированы по сути вот этим, то есть которые, или как инспирированы, я не знаю, как правильно по-русски сказать вот эти слова, вдохновлены. Вот такой вот билборд, какой-то там местный дизайнер предлагал сделать с ёлкой новогодней, очень такая смешная ёлка, по-моему, получилась. Часы, скамейка, детская площадка. Детская площадка, кстати, это уже из проекта, это проектные предложения по реконструкции какой-то там площади, кто его знает, может и сделают. Дальше. Были, конечно, и разные шутки, но я считаю, что это свидетельство определённой успешности, потому что на неинтересные вещи реакции не бывают, никто не будет стараться, чтобы неинтересную штуку сделать. При этом на сложную тоже никто не сделает. Знак такой простой, почему ещё, чтобы его можно было легко просто там, если надо, маркером на стене нарисовать и высказать своё мнение. И вот здесь это проявляется. Дальше. Но есть и какие-то дальнейшие движения. Вот сейчас должен проходить забег какой-то по городу. Вот дизайнер разрабатывает знак, и он уже взаимодействует с логотипом города. Есть вот такие вот наклейки. Дальше. Проходил фестиваль, который называется «Будущее театральной России». И договорились о кубрендинге с этим фестивалем, и получилось вот так вот уже там «Будущее театральной России». Дальше. Ещё какие-то картинки. В какой-то фестиваль «Русская зима» уже был с этой картинкой. Раллийная команда ярославская ездит. Такие вот сувениры, как вы видите, случаются дальше. И даже вот он принимает участие в каких-то политических баталиях. Я не знаю, честно говоря, «за», «против» или «воздержался», но понятно, что это активный для людей элемент. Есть аватарки в Фейсбуке, где люди этот значок используют, либо его зачеркивают, либо наоборот, там свое лицо вставляют в него. По-разному дальше. И вот это я взял кадры из такого ролика. Ролик этот сделан для определенных задач. В Ярославле ярославскими людьми они рассказывают про город свой. При этом, мне кажется, очень точно получилось. Рассказывается про то, что в городе много инициативных людей, которые… То есть каждый из них, вот и есть это «я», из которых складывается вот это большое «я» Ярославское или Ярославля. То есть в слове «мы» 100 тысяч «я», а тут в слове «я» 100 тысяч «я» или больше. И здесь это очень выражает сам дух того, что мы и предлагали. Очень хорошо, что это работает уже в городе. Понятно, еще довольно локально, но тем не менее. То есть я показал живые картинки. Дальше. А, ну и в конце просто так по поводу стрелочек, потому что я слышал неоднократно, мягко говоря, мне до сих пор в Фейсбуке присылают периодические картинки, там какая-то сеть, говорят, а ты это видел? Ну, когда тебе присылают, это же там в 50-й раз, я не знаю, что отвечать. Ну, там, да, видел. Стрелочка. Ну, на самом деле стрелочек много, и тут я не придумал стрелочку, и она существует, ничего страшного. Самое главное, что, во-первых, нету стрелочек больше ни у кого в виде буквы «я», это самое главное. А главное еще, еще главнее, то, что теперь это инструмент. Это не картинка, это не стрелка, это инструмент для того, чтобы взаимодействовать с людьми, а все стрелки, которые есть, они вдруг оказались связанными с Ярославлем. Ну, если человек это ощутит. Дальше. А, и вот тут остановите, пожалуйста. Еще одна интересная штука, на которую я как-то сразу не обратил внимания. Оказывается, эта стрелка, она еще и довольно сильно взаимодействует с гербом Ярославля. А на гербе Ярославля, как вы понимаете, изображен медведь. Ну, там есть история про, ладно, про Ярослава Мудрого не буду. Но удивительно, не правда ли? Но на следующей картинке будет еще удивительней, потому что другой медведь и другая буква, они тоже не случайны. Это делали разные люди, это разные города, но с медведями, правда. Очень интересно все. Я не знаю, не могу объяснить, это чудо. Дальше. А теперь проект, который я делал вместе с моим коллегой Николаем Штоком. Мы вдвоем преподаем, у нас группа одна на двоих, и мы вместе со студентами делали проекты брендирования районов города Москвы. Понятно, что это учебный проект, но там есть интересные мысли, на мой взгляд. У студентов им надо было придумать и знак, ну или логотип, и дизайн афиш каких-то мероприятиям городским, сувениры, ну и так далее. То есть комплекс разных элементов. Здесь будут показаны только знаки и слоганы, больше ничего. Почему слоган? Потому что, в общем-то, слоган наиболее концентрированно выражает идею проекта, идею позиционирования, так скажем. И дольше всего мы искали слоган для Красной площади. Понятно, что это не сама площадь, это район. Мы районы брали не по географическим границам, ну там Мещанский или там еще какой-то, или ЦАО тем более, а это просто в границах нашего понимания. То есть для меня Красная площадь это еще и ГУМ, это еще и Кремль, это еще и там пара мест. Но вот слоган мы очень долго искали, в итоге решили, что слоганом будет Москва-Россия. То есть это вот самый центр, так скажем. Это место объясняет очень многое. Ну и поэтому вот такой Красный квадрат, почему Красный квадрат? Потому что Red Square, то есть это квадратишь и так далее. Дальше. Чистые пруды. На мой взгляд, очень красивая концепция, берег трамвая. Очень романтическая, очень такая, именно вот к этому месту. То есть место уникальное, место живое, и место такое оно, действительно, акварельное. То есть его можно, по крайней мере, таким представить себе. Мы же живем пока не в идеальном мире, а вот в идеальном мире там было бы так. Дальше. Цветной бульвар, место встречи, но это место встречи молодых людей с разными занятиями, там магазины, кино, цирк, кафе и так далее. Дальше. Хитровка, территория историй. Ну, это действительно историческое место с массой историй, и это можно все развивать. Я показываю очень кратко, чтобы вас не утомлять. Дальше. А Красные ворота, несмотря на то, что Красные ворота и три вокзала, они на самом деле формально в разных районах Москвы, но мы решили, что это было бы правильно Красные ворота сделать воротами Москвы. То есть это ворота в город. Через эти ворота люди попадают в него дальше. Ну, вот это единственный проект, для которого мы не придумывали позиционирование, мы его просто взяли, потому что оно уже было предложено разработчиками. Новый центр. Ну, и в данном случае надо было просто это все визуализировать. Дальше. Для Останкина не удалось сделать слоган, там написано «Космос наш», но по большому счёту это был компромисс. На самом деле, Останкино интересное очень место, очень необычное, и очень оно гиперсовременное, ну, в потенциале, да, там, монорельс, Останкинская башня, памятник покорителям космоса и музей космонавтики, но там же и ВДНХ, там же Останкино, ну, то есть дворец Останкино, пруд Останкинский, то есть там очень такое оно. Ну, по сути, это такой вот земной космос, я не могу пока это объяснить, мы думали-думали, но слоган так и не придумали. Дальше. Воробьёвый город, студенческий район с парком, ну, с Воробьёвыми горами, с трамплином, с МГУ, и слоган «Пройди», то есть это вот место, которое, оно такое немножко игровое, молодёжное. Дальше. Вот. Ну, а сейчас я бы рассказал про два, ну, можно сказать, своих проекта, то есть я их делал ни в компании, нигде, и не только я их делал, ну, у меня в своё время появилась идея сделать логотип для Москвы, именно такой вот логотип, который можно переворачивать, он, ну, такой, амбиграмма такая. Почему? Потому что, ну, Москва — это, на мой взгляд, город круглый, он поэтому может переворачиваться легко, а потом он действительно крутится и вертится, и он крутится и вертится, с одной стороны, как ярмарочный, такой вот зазывала, который там говорит, да, там не бьётся, не ломается, а только кувыркается. С другой стороны, действительно, тут всё бурлит, тут не, ну, это город в движении, в динамике. Здесь нет ничего постоянного, наверное, кроме временного, может быть. В общем, была такая идея, я опирался на эскизы других людей, но мне удалось, наверное, первому его полноценно симметричным сделать. Дальше. Ну, и потом я понял, что можно это развивать, этот логотип может быть и в строчку, и в квадратик, и в три строчки, дальше. Но смысл основной, да, вот, что тут всё переворачивается, но ничего не происходит. Хотя такой смысл я не вкладывал. Но самое важное, что потом один из, когда какой-то человек прислал мне свою версию логотипа, ему понравилась вот эта идея переворачивания, он сделал по-другому, по-другому нарисовал. Я понял, что, оказывается, этот логотип, может быть, и не надо фиксировать, он может быть развивающимся, он может эволюционировать. То есть любой дизайнер может нарисовать свою версию, её можно использовать для разных случаев. И я предложил людям в Фейсбуке вот такой проект, и там около 50 человек из… нет, наверное, 50, 30 человек прислали около 70 работ, это люди из семи стран мира. То есть, в общем, довольно активно вдруг начали все участвовать. И были разные версии, ну вот они могут прилагаться к разным ситуациям, но при этом есть какая-то узнаваемость, Москва разнообразная, и в то же время смысл один здесь. Дальше. А этот знак я сделал специально, когда мне начали говорить, а почему Москва, при чём тут корова? Ну то есть, почему корова? Я думаю, действительно, при чём же корова? и решил посмотреть, почему же Москва называется Москва. И выяснилось, оказывается, что Москва, Москва, это переводится со многих языков, ну так и угро-финской группы, ну например, с мордовского, как коровья река, как ни удивительно. Я понял, что Москва, наверное, это действительно коровья река, и мне показалось, что было бы очень правильно для Москвы сделать корову, потому что, мне кажется, корова очень похожа на Москву, ну или Москва похожа на корову, она тёплая, она даёт молоко, она в пятнах таких, она очень русская, как берёзка, знаете, такая, только чёрно-белая, но не в ту сторону у неё полосы. Ну такая русская зебра, так её можно назвать. И мне кажется, что это хорошая очень тема, и, кстати, можно найти спонсора среди молочных производителей. Дальше. Ну, в общем, было много разных логотипов, и знак действительно эволюционировал, потому что кто-то придумал какой-то ход со строчными буквами и так далее. Дальше. Ну вот он такой. Дальше. Ну и понятно, что дальше будет Россия, потом мир и Вселенная. Ну, на самом деле, Россия — это последнее, то, что я хочу показать. Этот проект я сделал, в общем-то, довольно случайно. Просто прошлым летом вдруг появилась новость про туристический логотип России, My Russia. Может быть, кто-то помнит, такая была новость. Я прочитал, посмотрел, ужаснулся и подумал, что так не должно быть. И я помню, что тогда я предложил каким-то, там даже какое-то письмо начал писать от, ну там, мы договорились с дизайнерами, оно было потом во многих газетах даже опубликовано, но люди начали говорить, что, ну, что вы ругаете, сделайте лучше, а может быть, вы сами ничего не умеете делать. И я как-то так решился и сделал несколько логотипов для России. Понятно, что они, может быть, не идеальные, и у них разные темы. То есть вот первый, он совсем такой туристический, но такой сувенирный, ну там, с куполами. Другой, может быть, он довольно простоватый, но у него есть осмысленные позиционирования. То есть Россия — это приключение, потому что в России, для иностранцев, Россия — это не спокойный отдых такой, это интересное приключение, а может быть, страшное приключение, может быть, веселое приключение. Дальше. Но вообще, меня давно интересует тема, какая же идея глобальная может быть для России, потому что, как мы понимаем, нельзя делать логотип в отрыве от смысла, в отрыве от стратегии. Какую же стратегию можно выбрать для России? Ну, по сути, какая же у России может быть национальная идея? Я прошу прощения, конечно, что об этом говорю, но по-другому нельзя говорить о брендинге, только серьезно. В свое время, когда я делал календарь для Росбанка, этот календарь должен был быть посвящен таким важным победам России, я с огромным удивлением прочитал про то, как в свое время кто это был? У меня как вылетит что-нибудь из головы. Картинку не помните? Кто Константинополь брал? Олег? Олег. Как он взял Константинополь? Они приплыли к какому-то месту, а все там не переплыть было в другую реку. И он снял корабли, вытащили корабли, поставили на колеса, проехали до следующей речки, а потом уже по ней приплыли из того места, где их, конечно, не ждал никто. Мы победили, турки потом платили дань и должны были поить и кормить любого русского в Константинополе. Это очень интересная история. Но главное здесь, что меня поражает, это творческий подход, это фантастическая идея. Она ненормальная, в том смысле, что она выходит за рамки, за пределы, за границы. Дальше, пожалуйста. Вообще, если проанализировать, чем же, допустим, гордились в Советском Союзе, ну все-таки это довольно большая историческая эпоха. Вот обычные люди, они гордились космосом, балетом, наукой, искусством. Ну, может быть, еще чем-то, но согласитесь, это так. Это действительно, Россия это страна удивительно творческих людей, первооткрывателей во многом. Мы не можем, как японцы, так методично разрабатывать найденную какую-то тему, шаг за шагом, или также ответственно относиться, как немцы, и также точно, педантично все делать. Мы не можем так рассчитывать выгоду, как американцы или кто-то еще. Но в России люди могут придумывать, придумывать разное. Не важно, Циолковский думал о космосе, Чайковский о музыке, Менделеев фантастической своей таблице, которая изменила науку современную. Понятно, это минимум примеров, их можно из разных областей приводить. Мне кажется, Россия это страна высших достижений. Мы не можем обычные достижения делать, мы только высшие можем делать. Ну, то есть, самое главное. А остальное, дверь починить не получается часто. Но это не страшно, это не минус, это вот мы такие, это нормально. Дальше. И даже то, что вот сейчас, ну не знаю, знают о нашей стране в мире, оно из этой же области, что мы победили в самой главной войне в 20 веке фантастическим способом. Кстати, если вы когда-то прочитаете про 1812 год, про Кутузова, как он отступал, отступал, отступал и выиграл, это же фантастика. Это, ну то есть, это вся история такая примерно. Или, например, ну да, я понимаю, что это российско-украинский теперь самолет, Мрия, самый крупный самолет в мире. Крупнее нет, в него может поезд въехать, и он полетит после этого. Это невозможно, это огромное, это что-то фантастическое. Или там Челябинский метеорит, и там его реакция людей на это. Если вы посмотрите ролики, типа вот в России так живут, вы поймёте, что тут очень странно живут. Ну вот, там не знаю, там они зимой голые гуляют и плавают, как моржи, там или, не знаю, там ездят или летают на самолётах так, что невозможно. То есть мне кажется, это очень близко. И поэтому дальше. Поэтому вот, мне кажется, вот эта тема, она в какой-то степени, слоган, понятно, примерный, что это невозможное впечатление, или невероятное впечатление. То есть что-то, ну я его такой выбрал, потому что он просто игрослов, как мне кажется, там есть, ну или созвучие. Но вот Раша, она такая вот, как бы, тоже такая переворачивающаяся, непонятно, где вверх, где низ. Графически там это может быть очень по-разному, но мне кажется, что вот это какой-то пробный подход к этой теме. Так, ну на этом, мне кажется, всё. У нас там дальше больше картинок нету. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, готов ответить. Ну тогда по почте задавайте. Спасибо, что пришли. Спасибо.